Нами из концертов концерт «Человек» и ходит, и ходит. Это, ну, несколько лет назад было. И всё время говорят, прощание славянки, прощание славянки, прощание славянки. Я говорю, да мы записали её один раз и не пели никогда. Не знаю я слов, не помню. Чё-то на восьмой раз приходит он с текстом. Говорит, вот вам текст, пойте. И аккорды там подписаны тоже. И аккорды, главное, там тоже есть. Не отвертеться, пришлось разучить. Да, и потом это стало одно из таких, ну, самых у нас в концертах исполняемых произведений. И ни один концерт не обходится без неё. На пластинке мы её записали с Духовым оркестром и хором Александрова. Кстати, то, что вы, вот я вам как-то пластиночка так рассказываю скромно, там есть удивительные вещи, от которыми я по-настоящему горжусь. А есть вам чем гордиться, Евгений Николаевич? Вы же, во-первых, красивый. Да, ещё мне сказали, что у меня прекрасная улыбка. Как мило. Как мило, да. Ну, давай ещё грустных песен попоём. Меж песнями я буду улыбаться, чтобы как-то всё-таки поднять. Мы, значит, мы сейчас так, значит, во первых строках я всегда исполняю заявки, которые касаются классической бардовской песни. Это святое дело. И вот когда нас, например, где это было? В Великих Луках? Нет, или в Себеже. Нас человек попросил спеть «Милую мою». Мы, конечно же, сразу же спели. Нет, это Пусковикова. Пусковикова. Так редко звучит сейчас, звучат эти песни. В хорошем исполнении. Поэтому во первых строках Виктор Берковский, стихи Юрия Висбора «Тихоокеанская звезда». Откуда ты его взяла-то? Я не взяла. Это упрямый зритель ходит из концерта в концерт, просит ее пить. Вы теперь к разлукам привыкайте К пуританству телеграфных строк Вы теперь, пожалуйста, на карте Отыщите порт Владивосток Там, оставив берег за кормою В море отправляются суда Тихо там восходит надо мною Тихоокеанская звезда Тихо там восходит надо мною Тихоокеанская звезда Вы теперь, пожалуйста, простите Все ошибки сухопутных дней Вы теперь, пожалуйста, любите На перрон Приморского вокзала Мы придем, когда наступит срок Поезда отсюда лишь на запах Пароходы только на восток В жизни может всякое случиться Но теперь сквозь все мои года Тихо будет надо мною светиться Тихоокеанская звезда Тихо будет надо мною светиться Тихоокеанская звезда Вот хорошо И тихо, и достойно Ни городов, ни шума, ни звонков Ветру открыты все четыре стороны Мачта сосны и парус облаков Вересковый куст Словно лодка Недалекая, далекая земля Вересковый куст Словно лодка А в лодке Ни весел, ни руля Из-под сырой травы Желтеет овощи Вишни и солнце щиплет щеки нам Ты говоришь Куда это нас сносит? Я несказанно так Удивлена Вересковый куст Словно лодка Недалекая, далекая земля Вересковый куст Словно лодка А в лодке Ни весел, ни руля Недалекая, драбливых слов Недалекая, Руки раскинув в небе пусто Вся ты плывешь В синей воде мая В брошенном воду бед крестом Субтитры создавал DimaTorzok Их вдоволь было вдоволь, За горизонт ушли, за облака. Только вот жалко верить, кто-то не думал, Да и, пожалуй, этих мест не отыскать. Это был Юрий Висбор, а сейчас Евгений Клячкин. Белые барашки на воде и в небе, Белый пароход у скал на сером фоне тянется, зевая. И висят деревья меж землей и небом, Детская картинка из далекой сказки Туши оживает. Тин-дон, катится звон Между водой и облаками. Тин-дон, чей это звон Что-то в воде отвечает. Как мы ничего не знаем, Ничего не надо, Ничего не помним, Не было потери, Нет приобретений, Только что рожденным Незнакома радость, Но и боль, конечно, Тоже незнакома, Мы во всём поверим. Дым-бам сам вала, Дно прогибая, Поднялся грузно Тин-дон, Да, это он, Видно, как дышит Похнатой грудью, Волосы деревьев На груди могучий, Ветерок бегучий Скалы пнёт и края, И утихнет сразу. Каменные брови Сведены сурово, А в тяжёлых скулах Прячется улыбка, Нет суровых сказок. Тин-дон, В нас этот звон, Только бы он Не прекращался, Тин-дон, Только не стон, Свон уходящий Нам на счастье. Тин-один, Дон за год, Бин грусти, Бог потом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я помню, что именно эту песню попросила именинница, зовут ее Аня. Я не знаю, где она находится, но многие выдают. Здоровья вам, красоты, молодости, радости, счастья. Для наших гостей из Солнечного. Нет, нет, нет. У меня был такой опыт, я несколько лет в суровые девяностые работал в ресторанах, и одно из объявлений меня поразило в самое сердце. Я хорошо его запомнил, и почему-то сейчас, когда вспоминаю ресторан, звучит оно так. Для моряков глубоководного хождения звучит эта песня с самыми теплыми и лучшими пожеланиями. Ну, погоди, для моряков потом, а сейчас Навыла Матвеева. Два произведения мы исполняем. Ах, как долго-долго едет, как длина в горах дорога, лишь видны вдали хребты туманной сьеры. Ах, как тихо-тихо в мире, лишь порою из-под луга, прошумев, сорвется в бездну камень серый. Тишина лишь только песеню любви поет погонщик, Только песеню о любви поет погонщик. Да порой встряхнется мул, и колокольчики на нем, И колокольчики на нем зальются звончек. Ну, скорей, скорей, мой мул, я вижу, ты совсем засну. Ну, поспешим, застанем дома дорогую. Ты напьешься из ручья, а я мешок сниму с плеча, И потреплю тебя и в морду поцелую. Ах, как долго-долго едет, как длина в горах дорога, Лишь видны в уголе, хребты туманной сьеры. Ах, как тихо-тихо в мире, лишь порою из-под луга, Прошумев, сорвется в бездну камень серый. Ах, как тихо-тихо в мире, лишь порою из-под луга. Только песню о любви поет погонщик, Только песню о любви поет погонщик. А тут за луга колокольчики на нем, Колокольчики на нем завьются звончек. Ах, как тихо-тихо в мире, лишь порою из-под луга. Ах, как тихо-тихо в мире, лишь порою из-под луга. Ещё лучше. Ду минор. Та-да-да-да-дам-пам-пам. Набегают волны синие, зелёные, нет, синие. Как хамелеонов миллионы цвет меняет на ветру. Ласково цветёт клициния, она нежнее иния. А где-то есть земля дельфиния и город кенгуру. Это далеко, но всё же я туда уеду тоже. Ах, ты, Боже, ты мой, Боже, что там будет без меня? Птицы без меня, нет, пальмы без меня засохнут. Розы без меня заглохнут, птицы без меня замолкнут. Вот что будет без меня? Да, но без меня в который раз отплыло судно дикобраз. Как же я подобную беду из памяти сотру. А вчера пришло, пришло, пришло ко мне письмо, письмо, письмо. Со штемпелем моей дельфини, со штампом кенгуру. Белые конверты с почты рвутся, как магнолий почки. Пахнут, как жасмин, но что же пишет мне моя родня? Пальмы без меня не сохнут, розы без меня не глохнут. Птицы без меня не молкнут. Как же это без меня? Набегают полны синие, зеленые, нет, синие. Набегают слезы горькие, стряхну, смахну, сотру. Ласково цветет клинзыния, она нежнее иния. А где-то есть земля, дельфиния и город кенгуру. Как же это без меня? Михаил, ну дальше начнется Михаил Щербаков. Да, так сказать. И Владимир Васильев. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Норт, вест, гудки синева, крейсер не то миноносец. В рубке радист репетирует точка-тире-запятая. Девочка машет с берега белой рукой. Все с борта машут в ответ, самый красивый не машет. Жаль, жаль, а вот и не жаль, очень ей нужен красивый. Пусть он утонет геройски со всей выскатрой вместе. Ангелы божьи станут ему улыбаться. Ей, что ли плакать тогда, вот еще глупости тоже. Слез, грез, чудес в решете, ей бы теперь не хотелось. Ей бы хотелось, пожалуй, чтоб бабочкой быть одна некой. День, срок недолгий, он бы пройти не замедлил. Ночь бы навек трепетать, сердцу ее запретила. Ночь, отомок, при Дунай, пловный к балтийскому небу. Норт, вест, будки синева, сумасшедшая соло радиста. Плачь, плачь, о сердце, ночь миновала бесславно. День, он не замедлил прийти ясный, холодный, враждебный. День, он не замедлил. АПЛОДИСМЕНТЫ Пришень из ладенки. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда надежды поют, как трубы, Их зов дурманит, как сладкий дым. Они предельны, они сугубы, И так несложно померить им. И вот дорога, и вот стоянка, Бокзал и площадь в цветах, в цветах. Трубач смеется, прощай, славянка, Восток дымится, шинель в крестах. Воспитан славой, к смертям причастен, Попробуй вспомни, ловят цветы. Какому зову ты был подвластен, Какому слову поверил ты? Броня надежна, тверда осанка, Припев беспечен, все ай да эй. Трубы просят, не плачь, славянка, Ну как скажите, не плакать ей. Пройдет полвека, другие губы Обнимут страстно, он штук другой. И вновь надежды поют, как трубы, Пойди попробуй, поспорь с трубой. Но век не кончен, поход не начат, Бокзал и площадь в цветах, в цветах. Трубач смеется, славянка плачет, Восток дымится, земля в крестах. Трубач смеется, славянка плачет, Восток дымится, земля в крестах. Владимир Красновский на стихи Николая Заболоцкого. Целый день стирает прачка, Муж пошел за водкой. На крыльце сидит собачка С маленькой бородкой. Целый день она таращит Умные глазенки, Если в доме кто заплачет, Загрустит в сторонке. А кому сегодня плакать В городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, Девочки Марусе? А противели Марусе Петухи да гуси, Сколько ходит по Тарусе, Господи Иисусе! Петухи да гусь эти… А как мне такие перья, Да такие крылья, Полетела прямо в дверь, Я бросилась в ковылья, Чтоб глаза мои на свете Больше б не глядели Петухи да гусь эти Больше б не галдели Ох, как худо жить, Маруся В городе Тарусе Петухи одни да гуси Господи Иисусе Владимир Васильев на стихи Дмитрия Быкова Да, подлый муравей, пойду и попляшу И больше ни о чем тебя не попрошу На стеклах ледяных играет мерзлый глянец Зима сковала пруд А вот и снег пошел, смотри, как я пляшу Последний стрекозел Смотри, уродина, на мой прощальный танец Ах, были времена Под каждым мне листком Был столик, вазочки и чайник со свистком И радужный огонь Расистого напитка Мне только то и впрок в обители мирской Что добывается не потом и тоской А так из милости за даром от избытка Замерзли все цветы Ветра сошли с ума Все, у кого был дом, попрятались в дома Согбенные рабы Соломинки таскают Мы ж не способны к работе и борьбе Умеем лишь просить, пусти меня к себе И гордо подыхать Когда нас не пускают Когда-нибудь В раю, где пляшет в вышине Веселой рой теней Ты подползешь ко мне Худой, мозолистый, угрюмый Большироты С завистью следя Воздушный мой прыжок Попросишь стрекоза Пусти меня в кружок А я тебе скажу Пойди-ка Поработай Замечательная просьба поступила Романс про дрова Владимир Васильев Романс про дрова А в Вязьме у нас было очень много У этих школьников Школьников на концерте Они когда услышали Про стрекозу и муравья Так обрадовались Что-то знакомое Романс про дрова Ну надо петь три романса Потому что один романс Владимир Васильев Очень короткие песенки пишет Очень Секунд по двадцать Вот Поэтому ну как-то Вот я сейчас Специально не стал рассказывать Вот там за столиком Про Владимира Васильева Именно для того Чтобы вы послушали Кто это Да все знают Если просят А вдруг не знают Кто-то может быть не знает Вдруг для кого-то Владимир Васильев «Три романса» Не пугайтесь Это на минуту все Вечером вы Ожидали полковника Гром доносился Военных музык Выдвинул челюсть комод На полкомнаты Высунув платья Багряный язык Сердце манило В объятия сладкий Разум В объятия того Что не мил Двинуло ящик Божественной пяткой Лязгнул комод Язык Прищемил Роман с второй Под вечер Предвкушая водку Два утомленных скрипача Брели вонючую селедку За хвост колючей волоча Селедка головой мотала И губы на бок своротив Романс негромко напевала Перевирая чуть мотив О, Боже, как же я забыла И дали боль И ночью И вон Но тут ей пылью рот Забила И дали Более Ничего Романс третий Продрала Продрала Дидактически Говорят ему Брось читать муму Чай уже не махонький Вырос ушла пух Над губою пух В женихе пора По чужим дворам Только шум и гам Хихоньки да хахоньки Взял бы хоть топор Порубил дрова На траве двора И вообще Егор Говорят в упор Глупые родители Надо все равно Знать бы хоть одно Дело до путя Он схватил топор Из тех самых пор Только его видели Не ругай муму Не пари муру Не кори дитя Еще одна песенка Володя Васильева По просьбе трудящихся Коротким взмахом руки В атаку двинул полки И поскакав по сурманские степи И все, что он завещал Надежно внук защищал И защитил кандидатскую степень Мол, дед его избыли Морями кровушку лил Хотя за что и зачем Непонятно И доказался себе Пробелы в каждой судьбе Являют самые светлые пятна И в каждом светлом пятне Герой на белом коне По снегу скачет Веселый и смелый И за спиной белый дым И ворон белый Над ним и в небе Ангел трубит Белый, белый И за спиной белый дым И ворон белый Над ним и в небе Ангел трубит Белый, белый И за спиной белый Кубик бросать Катись колбаской Ну давайте Скоро катись колбаской Там по крайней мере два аккорда Уж точно не ошибемся Владимир музыкантов Как знать, как знать Если снятся тебе Удивительные страны Иностранная речь Очаровый поет слух Проведи полчаса У волшебного экрана И увидишь весь мир И узнаешь все вокруг А когда разоплачишь Мир нищеты и чистога Каждой клеткой ощутишь Капитала тяжкий гнев Переключи свой аппарат На московскую программу И родная Москва Тебе объятия распахнет Катись колбаской По малой спаской Катись сосиской По маховой Катись неблизко Но без опаски Страхует наш Скупой на ласку По с тобой И душа запоет Как весенняя минута И раскрыты глаза И вокруг чудесный сон И душа подпоет Деликатно и уютно Сладкострунный пиун Обоюн магнитофон А когда разберешь Что за нерусскими словами Нет ни чувства, ни искусства А только кассовый успех Тогда пойди, припыди Пересокшими губами К родникам чистоты К священной лирикой Катись колбаской По Ярославской Катись сосиской По танцевой Звенят гитары И стеклотара Призывным звоном Услаждает наш покой Отдохни, мой дорогой Нас ждут падения и взлеты Уже долдонят воробьи И уже и новый день пришел И ты так любишь сам себя Своих друзей, свою работу Свою жену, свою страну И право Это хорошо Давай сильней люби себя Своих друзей, свою работу Свою жену, свою страну А также многое еще Катись колбаской По Монбарнасской Катись сосиской По Сан-Жерменной Нас прокатили По Пикадилли Но нам светили Родные звезды С кремлевских стен Михаил Щербаков Все скрылось, отошло И больше не начнется Роман, он есть роман В нем все как надлежит Кибитка вдаль бежит Пыль бьется, сердце бьется Дыхание твое Дрожит, дрожит, дрожит И проку нет врага Обшаривать дорогу Им нас не отыскать Средь тьмы и тишины Ведь мы теперь видны Должно быть только Богу А может, ему видны Да не нужны А где-то позади За далью и за пылью Остался край чудес Там человек решит Что он рожден затем Чтоб сказку сделать пылью Так человек решит Давид, поспешит И сказку выбрал он С печальною развязкой В ней призрачное зло В реальность обратил Теперь бы эту пыль Обратно сделать сказкой Да слишком много дел Да слишком мало сил А мы все мчимся вдаль Печаль превозмогая Как будто ничего Еще не решено Как будто век прожив И все-таки не зная Что истинно, что нет Что свято, что грешно И бесконечен путь И далека расплата Уходит прочь недуг Приходит забыть ее И для меня теперь Так истинно, так свято Чуть слышно я в ночи Дыхание твое Ну это Михаил Щербаков Эх, чистое окно За окном воля Дом не дом, а сказка И чего там только нет Даже добрый дух есть Зовут Коля А хоть бы и Дима Звали не о нем Сюжет, сюжет о том Как молодой и непослушный Парит верху над домом Кораблик воздушный Не то инопланетный Не то обман зрения Не дам объяснения Пока никто Но в застолье Или в трезвой памяти Поодиночке Либо всем народам В раз бывало выглянем А он, красавец, там летит И значит, как бы все в порядке С Новым Годом вас! А он порхает в вышине Как бабочка И тридцать первого числа И первого Траектории И вон загадочно Не то парабола Не то гиперпола Краткий год Подобен дню день Отстать блику Спросить, чем вы жили И не вынувешь в ответ Что, мол, пили водку Ели полумнику А хоть бы смородину Не о ней Сюжет, сюжет о том Как самой себе в радость Летела моя молодость Моя младость Махал крылом кораблик С небесы был светел Никто и не заметил Как он исчез А вместе с ним ушел Сюжет из повести И строчки вьются в кривках Традисканция Опишу я их, к примеру, в поезде И следующая станция Франция А вы мне скажете Что это, мол, лирика И что кораблик тот в кино Все видели А все же мне бы на него Хоть изредка Поглядеть бы на его Хоть издали Постучать бы в то окно Засвистать дико Вместо Гутенморген Укарепнуть, как петух Холодна ли водка Сладка ли клубника Все ли добрый дух Силеней Недобрых двух Не жду ответа Не ищу возврата Одна на той молодости Что крылата Чего не понял в двадцать Вдруг поймешь ссор Уж тут никто не зор Всяк бли за рук И потому-то Сижу теперь в поезде Незабвенный мотылек Кораблик мой По параболе Несется Бог весь где И конца, и краю нет По параболе той На чистом слове Или так На отзвуке На первой буковке От слова честного Но летит Квыркаясь в воздухе По параболе Лобачевского Всяк был молодым Да не всяк старым Одного застолье Влекло Другого храм Кто бренчал монетой А кто гитарой Да 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 Ну, бери эту кукулелю. А я с вами уже не помню. Теперь на пристани толпа и гаммонит, и рука плещет. Из дальних стран пришел корабль, его весь город ожидает. Горит восторгом каждый лик, и каждый взор восторгом блещет. Гремится люк, вздыхает трамп, матросы сходят на причал. Сияние славы, их слепит, их будоражит звон рекалий. У них давно уже готов ошеломляющий рассказ, как не щадили живота. И святочесть оберегали, и все прошли, и превзошли, и осознали лучше нас. Ты знаешь, я не утерплю, я побегу полюбоваться. Я ненадолго пропаду, я попаду на торжество. Ну, сколько можно день и ночь с тобою рядом оставаться, И любоваться день и ночь тобой, и больше ничего. Ведь мы от моря в двух шагах, и шум толпы так ясно слышат. Я различаю руко-твол, дня в немлю пушечной пальбе, А ты смеешься надо мной, ты ешь варенье из вишен. И мне не веришь ни на крош, и я не верю сам себе. Вот так идет за годом год вокруг царит столпотворение, И век за веком растворен во двороте суеты. А ты ужасно занята, ты ешь вишневое варенье, И на земле его никто не ест красивее, чем ты. Изгиб божественной руки всегда один и вечно новый, И в ножке яблотка блестит недонесенная до рта, Ни кровь, ни слезы, ни вино, всего лишь только сотка вишневых. Но не уйти нет себя и никуда, и никогда. Ну и, конечно, обязательно на каждом концерте просят предположим. Да, всем охота посмотреть на «Смертельный номер». Как артист будет убиваться на сцене. Самоубиваться. Предположим, герой, молодой человек, холостой кавалер, Должен ехать в провинцию дней, так на десять делать дела. Расставаясь с избранницей, он орошает слезой интерьер, И, пожалуй, не врет, говоря, что разлука ему тяжела. Заклинает богами земли и морей, Без него не подмигивать здесь никому, В сотый раз напоследок уже у дверей. Умоляет писать ему, чтобы там ни было в день по письму, Рисовать голубка на конверте и слать непременно скорей. И красавица тем же вполне от души отвечает ему, Обещает писать, ободреет кивком, Отдаряет цветком, Наконец отпускает и в десять минут забывает о нем. А герой, повелев ямщику, Не зевать через сутки пути, Пребывает на место, Въезжает в гостиницу и принимается существовать. То есть где-то он движется с делом, И бес в экипаже нет. Озирает окрестности, В виде замшелых прудов и скульптур, Что ни день на подарки понятны, Кому не жалеет монет. Покупая смарагдовый хлам и серебряный всякий сумбур. Или в номере, кстати, весьма дорогом, Вечерами письма от негодницы ждет, Изнывает от скуки дурак дураком. Не пьянее глотает ликер и бисквит, Без охоты жует, Ожидает конверта с условным на нем От руки голубком. И, комясь ожиданием, Ходит по бархату взад и вперед. А кокетка не помнит, Она занята, что ни день и же час, На ее с головой поглощает забота. То это, то та, то непрошенный гость, У нее то мигрень, То колум маскарада, то сам маскарад, То верчение столов, То большая примерка и так, что ни день. Предположим, неделя проходит, Он ждет, а письмо не идет. То есть рухнули связи, Обмякли устои, померкли миры. Почтальоны ушли, вероятно, В какой-нибудь горный поход. И один за другим, вероятно, Упали с высокой горы. Проведя две ужасные ночи без сна, На девятые сутки в единый прием Он снотворного склянку, что свалит слона, Осушает и мрак, Наконец оглушает его забытье. В это самое время, Внезапно о нем Вспоминает она, То есть в ту же секунду Она невзначай Вспоминает о нем. И, конечно, бросается прямо к бюро, Из бюро вынимает, Конечно, бивар, Из бивара бумага берет и перо. И строкой строку погоняет строка, И к рассвету посланий Выходит густым, Как почтовый роман, Могло быть и гуще до ночь коротка. На десятые сутки с утра Просыпается наш кавалер, Выпивает свой кофе, Причем даже с юмором Смотрит в окно. А потом, не спеша, Тормошится квояж, Достает револьвер И, конечно, стреляется Прямо на бархате, Что не умно. А конверт-то надписан Уже и закрыт, Не без помощи воска, Смолы и огня. Силуэт голубка В уголке не забыт, Путевые сдержки рассчитаны Нарочный сел на коня. Остальные детали Впоследствии следствие определит, А пока угадайте, Что в этом во всем Привлекает меня. Ну, конечно же, нарочный, Боже ж ты мой, Это как он поскачет сейчас, Полетит, не касаясь дороги, Помчится стрелой. А часа через два Ни с того, ни с сего На дворе постоялом Я встречу его и в глаза Посмотрю со значением, Но не скажу ничего. Разговаривать некогда. Да и зачем, господа пассажиры? Четвертый звонок. Занимайте места, Живу при, живу зам. Неважного эйфоритора, Кто не согласен, Вот бог, вот порог. Решено, что мы едем в Эдем, Это значит, мы едем в Эдем. Занимайте места, господовые жоры, Таков эпилог. Или, может, эпиграф? Не все ли равно? Я их, знаете, путаю. Профикс один, да и корни по смыслу, Считай заодно. Ух уж эти мне, Элли, На этот язык уже как не вникал, Я в него не вник, Между тем не последний, По общему мнению, был ученик. Память о всех. Закончим мы наше представление. Тоже по просьбам трудящихся. Михаил Чербаков, музыка Нина Рота. Памяти всех. Что в чужом краю, что в очередной, На высоком небосводе, Не увидишь ты алмазов, Да и кто их видел, впрочем, При какой такой погоде. Счастье капризно, да и тревожно, А жизнь она и вовсе Одна, второй не будет. Рим с собой взять не можно, Помаяч пока что возле, Папа Римский не судит. Рим нисколько не в упадке, Он щебечет и хлопочет. На расхват идут напитки, Курс в порядке биржевой. Люд заморский по руинам резво скачет, Пальцем тычет во что хочет. Отчего бы в самом деле Не скакать, пока живой? За сто лир цена смешная, Ты пломбир купи с изюма, И направься вдоль белькосу Юных барышень, смущая серым В клеточку костюма. Ах, эти барышни глазами, Серьезными своими, Моркают, как прелестно. Мы умрем, и черт бы с нами, А вот что случится с ними, Совершенно неизвестно. На скаминке ренессансной У античного забора. Не забудь, что ехать скоро И бесед не проводи. Что там за архитектура, сеньорина, Что за флора там, сеньора? Не твоя печаль, приятель, Погулял и проходи. В свой черед коснется слуха Тот сигнал в алторной строгой, Что вязать велит по жидке, Ни пера тебе, ни пуха, Вдохни перед дорогой. Влажный рассвет тебя разбудит, Портье ключами щелкнет, А дальше, как придется. Жизнь одна, второй не будет, Но пока волторна смолкнет, Колокольчик распоется. Жизнь одна, второй не будет, Но пока волторна смолкнет, Колокольчик распоется. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, дорогие друзья. Это действительно была... Нет, это не последняя песня, которую нам надо велено спеть окружающими. Есть еще «Пантомима». У нас вот как раз финальная финалочка, которую мы очень давно не пели, Евгений Николаевич, и не играли. Почему ты берешь то, что мы очень любим? А потому что просят. У нас же концерт по заявкам объявлен во втором отделении. Вот, давайте попробуем. Это песня Александра Медведенко. В прокуренном театре без рампы и кулис, Где вовсе непонятно, кто зритель, кто артист. В бездарной пантомиме коротких южных зим Неслышно и незримо по времени скользит. Как странно, без участия, без слов и без вины, На собственные страсти смотреть со стороны, Как роль обыкновенно разучивать печаль. Прощай, мой друг бесценный, Единственный прощай. Прощай, мой друг бесценный, Единственный прощай. Безмолвно, словно тень, Мы тычемся в углы, И души, как растения, От льдей к тяжелым. Зимой все начиналось, Зима поставит крест На том, что не менялся перемен и мест. Как странно, дни и ночи, Без слез и суеты, Отыскивать средь прочих знакомые черты. И вновь всю ту же сцену Молчанием очищать. Прощай, мой друг бесценный, Единственный прощай. Прощай, мой друг бесценный, Единственный. Как странно, перед ветром Распахивать пальто И снова беззаветно По-детски верить в то, Что новогодней хвоей Средь всякой кутерьмы Окупится с лихвою Безмолвие зимы. В прекрасном белом вальсе Описывать свой круг И искоркой бенгальской Взлетать из чьих-то рук, Что под светы на стену Ложились, трепещая. Прощай, мой друг бесценный, Единственный прощай. Прощай, мой друг бесценный, Единственный. Спасибо, друзья. Спасибо за ваши заявки. Вы заставляете нас вспоминать Какие-то действительно забытые вещи. Это замечательно. Я хочу вас пригласить 28 декабря в этот зал На наш с Евгением Традиционный диалог У новогодней ёлки, Где мы поём Новогодние песни, Самые любимые свои песни. И, конечно, выполняем заявки. А это 28 декабря. А 31 декабря В Большом зале В 15.00 состоится Концертная версия Норд-Оста, Который мы обычно 31 Обязательно у нас традиция Мы с друзьями поём Норд-Ост 31-го числа. Вот. И что же ещё хорошего сказать? Самый хвостик сыграем ещё разок. Давай. Три-четыре. Вот так должно было быть. Друзья, мы ждём вас на наших концертах. Спасибо вам огромное. Прекрасный был вечер. Не знаю, как вам, Нам понравилось. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну и кто хотел подписать диски, Вот там мы где-то у столика Сейчас расположимся И будем обладать ручкой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.